Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьёва. И сегодня со своим особым мнением Николай Звонидзе. Николай Карлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, сегодня действительно главная новость, что ушёл Сергей Юрский, который мы все очень любили. И я хочу вот о чём спросить. Помимо того, что он был великим творческим человеком, Сергей Юрский же был очень активным гражданином. Он постоянно за всех вступался. Он вступался за Бахмину, за Ходорковского. Он подписывал тогда ещё письма в защиту НТВ. Когда сейчас началась история с Кириллом Серебренниковым, он был одним из поручителей. То есть, вот он всё это время был. Есть ощущение, что как-то не все об этом знают, понимают. Вообще, это важно для творческих людей быть вот такими, как вы думаете? Ну, это каждый творческий человек решает для себя, разумеется. У кого-то есть внутренняя потребность в этом, у кого-то нет. У Юрского она была. Он вообще, как общественная фигура, был очень сдержанно благороден, я бы так сказал. Он никогда не лез в первые ряды. Он никогда не оказывался и не стремился под свет софитов, чтобы о нём всё время говорили, чтобы о нём всё время писали. Этого не было. Он всегда был так отдельно. Он всегда был сам по себе. Он был всегда чуточку сзади. Но когда нужно было, его не нужно было искать долго. Вот когда надо было действительно за кого-то заступиться, он здесь был в первых рядах. И всегда очень-очень... С прекрасным чувством... Вкус был у человека во всём. Это и в творчестве, и в жизни, по-видимому. Потому что он всегда... Прекрасное чувство меры. Прекрасное чувство меры. Он никогда не говорил много. Помните, как у Бабеля, один из персонажей? Он говорил мало, но говорил смачно. Вот к Юрскому тоже относятся. Прекрасное лицо. Не только физическое, я бы сказал, но и прекрасное общественное лицо. Очень... Я не говорю о том, как его будет не хватать, как очень большого актёра. Он же из Плеяды Великой. Да. Великой, просто фантастической Плеяды, где вот как горный хребет вот эти вот пихи, а над ними там просто уже Эвересты. Ну, вот он из Эверестов. И я, к сожалению, не видел его в театре, потому что я москвич. Он всё-таки большую, значительную часть своей карьеры и славу свою он приобрёл в БДТ. Вот, в Станогово. Я тогда очень редко был в Ленинграде. Его выперли из Ленинграда. Как известно, его выпер тогдашний ленинградский хозяин Романов. Там по причинам частично идеологическим, частично, я боюсь, антисемитским. Потому что там всё было у этого человека. Он же и Райкина не любил. По тем же самым основаниям. И вот. И Юрский вынужден был уехать в Москву. Москва только выиграла. Театр, в целом, советский театр ничего не потерял. И кинематограф, и Юрский ничего не потерял. А Ленинград потерял. Ленинград потерял великого актёра. Я его знаю только, как и большая часть наших радиослушателей. Кроме питерской интеллигенции старой. Которые ходили в театр большой драматический. Я его знаю по киноролям. И кинороли, конечно, блистательные. Совершенно блистательные. Там всё, что угодно, всё, что на память приходит. Там Республика Шкит. Любовь и Голуби. Любовь и Голуби. Берегись автомобиля. Берегись автомобиля. Нет, Берегись автомобиля. Там Смокновский. И они актёры одного масштаба. Я бы так сказал. Ну, много где. Великолепный эпизод в «Место встречи изменить нельзя». Какой Остап Бендер. Какой Остап Бендер. Фантастический просто. Вообще этот фильм гениальный. Но фантастический совершенно Остап Бендер. Он был очень интеллектуальный актёр. При этом он был такой, конечно, актёр-актерыч. Ну, вот «Любовь и Голуби» вы его вспомнили. С его физиономией. С его тонким, нервным, интеллигентским лицом. С глазами, в которых написано немалое количество ещё в детстве прочитанных книг. И он играет этого простого деревенского мужика. И как играет. И как играет. Нет, ну, конечно, потрясающий художник. Потрясающего масштаба художника. И очень большого масштаба личности. И очень светлая. Вот так вот. Да, это правда. Я напомню нашим слушателям, что прощание с Сергеем Юрским пройдёт в понедельник, 11 февраля, в Московском театре Моссовета. Подробности можете узнать у нас в новостях. Я ещё хочу вспомнить одну вещь. Это было свойственно, кстати, людям, ну, и, наверное, нынешним актёрам тоже. Какой он был блистательный чтец. Как он читал Пушкина. Как он читал Пушкина. Фантастика просто. Несколько... Были актёры, которые гениально читали. Сейчас вспоминаю, там, Герта и Казакова Михаила. Их нет уж всех. Вот. Но Юрский читал фантастически. Это тоже... Это было отдельное удовольствие, отдельное впечатление, когда он читал большого поэта. Ну, не хочется, конечно, сравнивать с нынешними актёрами. Да и невозможно это. Поэтому тут у нас слушатели пишут, что вот, нельзя, что вот, таких актёров больше нет. Давайте не будем сравнивать всё-таки. Разные времена, разные школы, разные режиссёры, разное всё. Нет, ну, когда, тем не менее, когда смотришь, вот, там показывают какой-нибудь фильм с Ульяновым. Ну, фантастика просто. Ну, фантастика, как играет человек. Вот, это тоже, конечно, тоже Эверест. Вот, конечно, Юрский, ну, это великие люди. Это правда. Ну, и, к сожалению, нам приходится возвращаться к новостям политическим. Их очень много, они разные. И нам тут грозит, не грозит, грядёт, в смысле, федеральное послание Владимира Путина, федеральному посланию. И тут... Грозит, да? Ну, да, простите, я вас говорю, совершенно случайно. Это им грозит. Нам не грозит, им грозит. Ну, нам, в смысле, журналистам. Нам придётся это всё равно как-то освещать. И вот телеканал «Дождь» утверждает, что в администрации президента ищут позитивные темы для послания Владимира Путина. У меня вопрос, а что же мало позитивных тем, которые любят в администрации президента? Не знаю, про Крым, например, какой-нибудь в очередной раз или ещё что-нибудь. Ну, что там позитивного, кроме того, что он наш? Ну, как? Это же вообще... То, что по нашему мнению... Что на наших географических картах он наш. Всё ещё наш. Что ещё позитивного? Ну, на самом деле, позитивного, к сожалению, кроме общего нашего исторического оптимизма, лично мне, свойственного в большой степени. Кроме этого, реальных таких рациональных поводов для оптимизма не так много. Ну, жизнь продолжается, девушки, по-прежнему, прекрасны. Вот, это так. Скоро весна, сегодня запахло. Было дело, да. Этим временем года, да. Вот, а так, вот, чтобы поглубже копнуть, и чтобы вот... А вот это вот хорошо, вот такого что-то я сразу как не припомню, честно говоря. То есть, в общем, дорогие, уважаемые сотрудники администрации президента, к Николаю Сванидзе с этим вопросом не обращайтесь. Он вам не поможет. Садат, Садат ещё у власти. Садат у власти. Ну, опять же. Мадуро ещё не скинули. Всё, всё хорошо. Ну, это же... Янукович не выступил. Гражданам Российской Федерации есть повод ликовать по этому поводу просто. Мадуро наш, Садат наш. Вот, видите, а говорили, что нет. Нет, а вот действительно покопались и сразу вспомнили. Вот, вот, поэтому... Главное постараться. Ну, вот, поэтому можете посмотреть. Ну, Порошенко, Порошенко пока что не лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины. Там вообще всё очень интересно, конечно. Ну, вот то, что Порошенко не лидирует, это, мне кажется, всех должно радовать. Хотя, с другой стороны, кто бы там не лидировал, это, наверное, немножко расстроит Кремль. Там вообще все трое не очень. Нет. Для него. Нет, как сказать, там ни один человек, чтобы он сейчас вообще не говорил, даже если он сейчас будет писать стихи про Владимира Владимировича Путина, хвалебные оды, но как только он станет президентом Украины, он перестанет писать эти оды немедленно. Потому что ситуация такая сейчас в отношениях между странами, что любой человек, любой, даже наш засланный агент, кто там, как там эту пару звали, Баширов и Петров, Мишкин, Кошкин, я не помню. Вот даже если кто-то из них станет президентом Украины, как только он им станет, он сразу же испортит отношения с Москвой, потому что другого варианта нет. Иначе он сразу перестанет быть президентом на следующий день. Это объективная реальность. Пока Крым наш, пока Донбасс горит, нормальных отношений между Россией и Украиной не будет. И любой президент Украины, любой, он будет занимать достаточно жесткую, в большей или меньшей степени рациональную, но все равно антироссийскую позицию в любом случае. Но мы же эмоциональны в этом смысле. У нас же эмоции бегут впереди здравого смысла, поэтому нам главное сейчас, чтобы не было Порошенко. Вот как нам было главное на президентских выборах в США, чтобы не было госпожи Клинтон, тоже мы ее не любим. А сейчас нам главное, чтобы не было Порошенко. Ну, он сейчас и не лидирует. Ну, а вдруг, ну, хорошо, не Порошенко, а... Хотя, если будет девушка Тимошенко, ох, мы с ней хлебнем, ох, мы с ней хлебнем. Потому что девушка хитрая, девушка умная, девушка недобрая. Девушка гораздо более виртуозная вообще, и как девушка, и вообще, чем Порошенко. И мы с ней нарадуемся, как с Трампом, примерно, я думаю. Но сейчас же нам хочется, ну, пожалуйста, хочется. Охота в пущу неволе. А вы помните, ведь было время, когда поддержка российского президента кому-то из кандидатов имела просто решающие... Это было в докрымские времена. Теперь поддержка российского президента, я боюсь, пойдет в минус. Так же, как там, скажем, на Украине. Так же, как я боюсь, там, скажем, пресс-конференция господина Януковича, на которую он должен был бы хвалить Порошенко, обниматься с ним. Тогда бы, возможно, рейтинг Порошенко упал. А поскольку он ругал Порошенко, то рейтинг Порошенко пойдет вверх. Потому что Янукович настолько сейчас любим на Украине, что вот все, что он скажет, все будет трактоваться с точностью до наоборот. Я подарю вам, Николай Карлович, табличку «Сарказм». Вы будете иногда поднимать ее в программе, чтобы слушатели вас понимали лучше. Мне кажется, нам нужны такие таблички. Сейчас мы прервемся буквально на несколько секунд и продолжим. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Николай Суанидзе, Ирина Воробьева. И, оставаясь в теме Украины, сегодня стало известно, что Россия отказалась отправлять наблюдателей на выборы на Украине, но из соображений безопасности. Ну, это же, мне кажется, такое решение взвешенное. Страшненько же, наверное. Ну, и страшненько тоже. Я не знаю, приняли ли бы их там. А, вопрос, кстати. Кстати, вопрос. Тут тоже большой вопрос. Но, как вы считаете, нужны ли российские наблюдатели на Украине, или это все равно будет всеми рассматриваться, как очередное вмешательство в политику соседней страны? Да, Бог его знает. Я не знаю, как будут проходить выборы там. Если они будут сильно организованно, сфальсифицированы, во что я не верю, потому что для этого нужна достаточно твердая власть, для того, чтобы уверенно фальсифицировать выборы, и безнаказанно. Там такой власти нет. То наблюдатели не помогут, если это так будет. А если там все будет более-менее справедливо, так зачем мне нужны? В общем, от них прок, тем более от наших. Я извиняюсь. А что вот так наших наблюдателей? Нет. Тем более от наших там, я имею в виду. Притом, как их будут, не потому что они плохие, а потому что так их там воспринимают, естественно. Воспринимают их там недобро, разумеется. Недоверчиво, разумеется. Все, что они будут потом говорить, будет так же, как слова господина Януковича, истолковываться с точностью наоборот. Но это нам надо. И думаю, что нет. И украинцам это не надо, и нам это не надо. И еще вопрос про Украину. Все-таки очень интересно. Вот если Владимир Зеленский, тот самый шоумен, актер, который внезапно стал кандидатом в президенты Украины, вдруг станет президентом Украины. Ну, это теоретически возможно, и практически тоже. Но это вас не смутит? Меня это не смутит, потому что он же на Украине будет президентом. Не у нас. В последнее время, впечатление, что мы живем на Украине, или в Украине, как кому больше нравится. Я традиционно все-таки употребляю. Я по-русски говорю, поэтому на Украине. А? Поэтому? Поэтому на Украине. Я тоже говорю по-русски, поэтому на Украине. Да, это без обид просто. Никакой политики. В соответствии с традицией русского языка просто. Но вот когда смотришь телевизор наш, такое впечатление, что мы живем на Украине, а не в России. Потому что украинская тематика, она просто подавляет российскую полностью. Я не помню, когда я последний раз какую-нибудь общественно-политическую программу видел на тему внутренних российских дел, проблем. Будь то экономических, социальных, внутриполитических. Электрогических даже. Каких угодно, кроме желтых. Кроме желтых. Если там кто-нибудь кого-нибудь там убил, или кто-нибудь с кем-нибудь изменил, скандально разводится, да это бога ради. А вот чтобы там про пенсии, так это черт лысо. А про Украину каждый день. Но тем не менее мы живем в России, поэтому если Зеленский будет президентом Украины, ну пусть будет. Ну где так, то конечно. Если украинский народ выберет господина Зеленского, ну пусть выбирает господина Зеленского. Ну ведь были же в истории других стран случаи, когда и актеры становились. Чтобы недалеко ходить господин Рейган. Да. Но господин Рейган, между прочим, до того, как стал президентом, только не надо забывать. Он был долгие годы губернатором крупнейшего штата Калифорния. И он уже, в общем, к тому времени был не актером, он уже к тому времени был публичный политик, давно с большим опытом. И потом это штаты. Штаты, где президент, у него особая роль. Там, скажем, такой президент, как Картер, который там влезал во все дырки, он был таким президентом инженерного склада. Его, к нему хорошо относились, но его не уважали, считали плохим президентом. Слишком во все лезет. А вот Рейган, он был такой как раз над всеми. Он вроде бы исполнял роль английской королевы. Его за это любили. Он считается одним из великих президентов. Но в Украине сейчас такой фокус не пройдет. Не пройдет, безусловно. Там нужно работать, работать и работать. Очень сложная ситуация, экономическая и политическая, и внешнеполитическая, какая угодно. Там нужен, конечно, очень опытный политик в этом смысле. Я не думаю, что Зеленский это лучший выбор. Но, повторяю, это украинскому народу решать. Подождите. Сейчас я зацепилась за эту фразу. Не лучший выбор. Там вариантов... Как мне кажется. Подождите. Там есть Порошенко, Тимошенко и Зеленский. Ну да. С Тимошенко мы хлебнем. Нет, нет, я извиняюсь. Мы говорим о нас или мы говорим о них? Хорошо, давайте поговорим с точки зрения того, как будет лучше для Украины. Вот для Украины Зеленский, на мой взгляд, не лучший выбор. Потому что он не политик, он актер. К тому же ходят слухи, что за ним стоит фигура господина Коломойского. Следовательно, он управляем. Следовательно, он не самостоятелен. Тоже минус. Но это все, я повторяю, украинцам решать. Для нас, вероятно, это был бы неплохой вариант. В целом случае, исходя из наших тактических интересов, как мы их себе представляем. А не долговременных, не стратегических, а тактических. Вот это, я думаю, что если будет Зеленский, это нас очень порадует. Когда я говорю нас, я имею в виду Кремль. В данном случае. У меня есть такое свойство странное. Я его в очередной раз объясняю. Когда я говорю мы, я имею в виду не себя и не вас, а я имею в виду Кремль. Значит, вот Кремль, я думаю, устроит Зеленский. А для Украины, я думаю, что это не лучший выбор. Но, повторяю, это выбор Украины. А Тимошенко, конечно, это значительно несопоставимо по весовой категории. Более крепкий вариант. Порошенко тоже. Для нас, конечно, там совершенно другая иерархия ценностей. Для нас Порошенко плохо, потому что плохо. Просто потому что это Порошенко. А дальше между Тимошенко и Зеленским уже можно выбирать. Ну, вдруг, давайте представим просто гипотетически хотя бы. А вдруг, на самом деле, для решения этого кризиса со всех сторон нужен не крепкий политик и мощный лидер, а вот именно, что Зеленский, который будет как-то по-другому смотреть на все. Не так, как Тимошенко с огромным оптом, не так, как Порошенко, а так, как, не знаю, глупочный гражданин. Это я сейчас фантазирую и мечтаю, конечно, но вдруг. Ну, насчет кухарки, которая управляет государством, это Владимир Ильичу Ленину. И то он так не говорил. Он говорил, что каждая кухарка должна учиться управлять государством. Это серьезная разница в цитатах. Да, вот я не знаю, насколько, так сказать, все кухарки в данный момент готовы управлять государством. Не уверен в этом. Да и кто же им даст? Даже если они подготовятся, кто же им даст кухаркам-то? А Зеленского могут дать, если он выиграет. И тогда там, вероятно, будет управлять действительно из-за его спины. В какой-то степени господин Коломойский. Хотя человек, который падает на первый пост, он перестает быть куклой в руках своего кукловода. Очень быстро, разумеется. Потому что ему это сразу надоедает. И кукловод может быть сильно разочарован. Поэтому, да, это может быть и вполне самостоятельная линия у господина Зеленского. Но здесь я повторюсь. Я все-таки считаю, что между комическим и характерным актером и президентом большой страны все-таки дистанция очень большая. Знаете, вот за сколько там, 20 минут программы, больше всего нам сообщений написали по поводу «на» или «в», а также больше всего сообщений, что не Садат, а Ассор. Ну, собственно, да. А, ну и Тесна Ассор, разумеется. Извините, Богороди. Да. Садат, это бывший президент Египта, Анвар Садат. Уже все, да. Да, это оговорка, извините, Богороди. Да, безусловно. Есть наши пять минуточек, чтобы перейти к другой теме. Вот «Нова Газета» написала буквально сегодня, если не ошибаюсь, что школьные учебники экономики, который так называется «экономика для старших классов», Игорь Липсица, ее исключили из федерального перечня учебников. И там отличная совершенно мотивировка. Оказывается, материалы учебники про экономику не способствуют любви к родине. То есть учебники по экономике, которые не патриотичны. Это было бы очень смешно, но, к сожалению, это правда. Это правда, действительно. Я не знаю ни одного учебника по экономике, который бы учил любви к родине. Я также не знаю ни одного учебника по математике, физике или химии, который бы учил, или по биологии, который учил бы любви к родине. Поэтому их все нужно, поэтому их все к чертовой матери нужно исключать. Все под нож. И писать те учебники по всем указанным предметам, которые способствуют любви к родине. Биология, которая учит любви к родине, физика и химия, экономика, все должно учить любви к родине. Все на свете. А не учат, так зачем нужно? Зачем нам нужен учебник по любому предмету, Ира, который не учит любви к родине? Нужно согласиться с этим. Это очень вопрос важный, мне кажется, Николай Карлович. Вообще, в принципе, чему учат детей в школе, кроме как любить родину? Конечно. А потом в армии еще. Родину любить, я бы так сказал. Родину любить, да. Ну, а если чуть-чуть посерьезнее... Если чуть-чуть посерьезнее, то началась история. Вот, красавчик запросил школьный учебник. Началась история, значит, от которой тоже, прежде всего, потребовали не правды исторической, а так называемой любви к родине. Это не потому, что я ставлю под сомнение саму любовь к родине. Я ставлю под сомнение официальные критерии этой любви. То есть, если говорится правда, то это значит, что любви к родине нет. А если сопли сладкие и вранье, то это значит, что любовь к родине есть. Вот, по-видимому, так. И вот, исходя из этого, стали оценивать учебники истории. Началось с истории, где это проще. Потому что, действительно, тут каждый, как в футболе и в женщинах, каждый считает себя специалистом. Значит, нравится, не нравится, все не нравится, нафиг, под нож. С экономикой сложнее. Еще сложнее, я повторяю, с физикой и математикой. Но ведь нет таких крепостей, которые мы бы не брали. Значит, если там, я помню эту, значит, заметочку, даже ни одной я прочитал про этот учебник, липсится по экономике, к нему претензии такие, что, во-первых, он недооценивает и не пишет ничего об импортозамещении. В позитивном ключе. Безусловно. То есть, почему он не похвалил то, что там давили, значит, сыр там тоннами? Почему? Почему он не похвалил то, что мы сейчас едим, соответственно, сыр в меньшем объеме, и более дорогой, и менее качественный? Это же хорошо. Это же хорошо. Не жили хорошо никогда, и привыкать не надо, правда? Зато наш, отечественный, вот это же здорово. Значит, то, что вообще количество товаров продуктовых в магазинах уменьшилось, цена поднялась, а качество снизилось. Зато хорошо отечественному производителю, плохо отечественному потребителю. Так и фиг вы с ним. Не может же быть всем хорошо. Не может же быть действительно всем хорошо. Баланс. Вот, значит, об этом не написал господин Липсиц в своем учебнике, не похвалил, значит, им про это замечание, это раз, два. Еще к нему претензия фантастическая совершенно. Он ничего не сказал о предстоящем вскоре экономическом прорыве. А надо было сказать и похвалить его, потому что это должно быть предметом нашей гордости. То есть, прорыва нет, но гордость должна идти впереди прорыва, понимаете? Прорыв же будет, мы же верим в то, что прорыв будет. Значит, мы должны уже заранее начинать гордиться. А господин Липсиц не начал гордиться, и не призывает к этому учащихся 10-11 классов. А гордиться надо бы. А у него нет ничего про гордость за предстоящий экономический прорыв. Учителям приходится отдуваться. Ну вот, ну и что, это куда-нибудь годится такой учебник? Ну и к чертям его собачим. Я согласен. Ну что же, мы продолжим буквально через несколько минут. У нас сейчас будет небольшой перерыв. Я напомню нашим слушателям, что можно писать сообщение плюс 7, 9, 8, 5, 970, 45, 45. Это для смс-ок можно писать с сайта Эхмосквы, можно писать из приложения Эхмосквы. Еще можно смотреть нас в трансляции на YouTube-канале Эхообщества и писать туда. Но, к сожалению, там вопросы мне будет довольно сложно читать. И вопросы про таблицу Менделеева я боюсь читать в этой программе после истории с учебником по экономике. Уж простите меня, пожалуйста, но через несколько минут вернемся, и у нас есть еще другие темы. Продолжается программа «Особое мнение». Николай Сванидзе здесь в нашей студии. Я напомню, что трансляция нашей программы идет на канале Эхо Москвы. Они вовсе не Эхообщество, как я сказала ранее. Ну, простите, ошиблась. Надеюсь, что вы смотрите и там нас видите. Об этом спрашивают наши слушатели. Это вопрос дает. И мне тоже стало интересно о том, как сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, видимо, приняли единогласное решение в течение трех месяцев отчислять полпроцента своей зарплаты на то, чтобы в Москве установили скульптуру Архангела Михаила перед зданием непосредственно Следственного комитета. Есть ведь такие новости, после которых даже сотрудников Следственного комитета становится жалко, согласитесь. Ну, полпроцента это еще недостаточно для жалости по отношению к сотрудникам. Если бы 50%, мы бы их с вами пожалели. И то подумали бы. А полпроцента еще они стерпят, я думаю. То есть, вам не жалко сотрудников Следственного комитета? То как-то я вот не слышу. Знаете, вот если спросить меня, Николай, а кого тебе жалко в первую очередь? Я думаю, что сотрудники Следственного комитета будут здесь не на первом месте. Не на первом месте, но тем не менее, ну, слушайте, это же очевидно, что людей заставляют. Ну, заставляют. Но Михаил Архангел, он же не просто так. Он же, как хотел сказать, не с неба упал. Он же архистратик, понимаете? Он там змея убил. Дьявола, я бы сказал, в образе, в облике змея. Как раз так статуи выглядят. Да, вот, конечно, я знаю. Он же змея поразил копьем своим. Они, наверное, почитали про него что-нибудь и решили, что вот это вот то, что надо. Архистратик, предводитель небесного воинства. Главный охранитель государства Израиля, между прочим. Они этого не знали, я дарю эту информацию. Зачем? Дарю им эту информацию. Это было после того, как. Зачем до? Ну, так, просто информация к размышлению. Ну, правда, мне кажется, что это какая-то вот прям вымогательство сотрудников Следственного комитета. Ну, для их же пользы. Он же главный, я повторяю сейчас, предводитель небесного воинства. Ну, что вы? Он такой архангел, какой надо архангел. А вообще, когда люди, которые ранее были обличены властью, не знаю, там, чиновники, там, силовики, вдруг оказываются в совсем другой ситуации, на месте обычных граждан. Например, как сенатор попал в СИЗО. Вот он говорит, что и пища нехаляльная, и посадили его не по закону с осужденным по статье терроризма. И так далее, Арашуков. Вот вас возмущает нарушение закона в отношении таких людей? Знаете, меня вообще возмущает нарушение закона. Не в отношении господина Арашукова, именно в первую очередь. Вот точно так же, как не в первую очередь я жалею сотрудников Следственного комитета. Точно так же, не в первую очередь я жалею господина Арашукова. Но, в принципе, закон нужно, конечно, уважать, о ком бы ни шла речь. О Барашукове или о последнем бомже. Несомненно. В отношении кого бы то ни было, в отношении серийного убийцы. Что он всегда возмущает? Вот там страшный убийца сидит в Норвегии в замечательной камере. Ну, там такой закон. Считается, что он уже несет страшное наказание тем, что он отделен от общества. Все. Достаточно. А издеваться над ним, вот мучить, пытать, это уже как бы не к нам, ребята, говорят норвежцы. Это вот кому нравится, кому что нравится, нам не нравится. Вот у нас это нравится в последнее время. И точно так же, как могут издеваться над несчастной женщиной, у которой погибла дочка. Анастасия Шевченко. Анастасия Шевченко. Точно так же могут издеваться и над господином Арашуковым. Конечно, женщину нам больше жалко, чем господина Арашукова. Несомненно. Анастасия Шевченко. Несопоставимо больше. Но закон, он есть закон для всех. И в этом смысле ваш вопрос правомерен. А вот, знаете, мы вчера спрашивали об этом у наших слушателей в эфире. И выяснилось, что многие, в общем, с такой яростью к этому относятся. К чему? Ну, вот, к этой ситуации говорят, что так ему и надо. Пока он был сенатором, что он сделал для того, чтобы было лучше в тюрьмах? Ничего. Вот пусть теперь, значит, и сидит. Это из серии, когда пришли за профсоюзными работниками, за евреями, за коммунистами. Когда против за мной уже некому было заступиться. Это ровно из этой серии. Так ему и надо. Так всем и надо. А потом посадят того, кто говорит, так ему и надо. И с ним будет то же самое. И про него будут говорить, так ему и надо. Потому что у нас органы, а боковоза зря не сажают, как известно. Нет дыма без огня. Нет дыма без огня. Вот. У нас очень коррумпированное государство. У нас очень криминализованное государство. У нас очень такое мафиообразное государство. Очень высока степень сращивания власти и денег. Естественно, это более ярко выглядит там в некоторых регионах. Регионах юга. Там, скажем, Северного Кавказа. Но, в принципе, это свойственно всей стране. Кого-то, когда берут за известное место и сажают, все радуются. Хлопают в ладоши. Так ему и надо. Любого человека сейчас из власти. Любого человека. Вот там рейтинги туда-сюда. Любого человека из власти посади. И народ будет аплодировать. Потому что не верят в то, что там вообще есть честные люди. Это очень плохо, на самом деле. Это очень плохо. Мало того, это сейчас поощряется. Это настроение. Я думаю, что в ближайшее время эта линия продолжится. На вот такое вот, знаете, бросание бояр с Кремлевской стены на копья. Будут выбрасывать кого-то под радостный гул, под аплодисменты, под крики Люба. Это все будет продолжаться. Тем более, что бояре эти у всех родителей это будет в пуху. Все это будет по отношению к каждому из них справедливо. Другой вопрос, что выбрасывать их будут ровно такие же люди, только победившие в этой междоусобной борьбе. В этой грызне междоусобной. Ровно такие же люди. Нам, как гражданам, от этого ничего хорошего не будет. Это не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией. Это не имеет никакого отношения к борьбе с преступностью. Это имеет отношение только к внутривидовой борьбе. Все. Это борьба мафиозных кланов. Смотрите фильм «Крестный отец». И пересматривайте, я бы даже сказала. Возвращаясь к закону «Один для всех». Вот буквально послезавтра должен состояться марш материнского гнева, как раз про Анастасию Шевченко. И в помощи ей, в поддержку Анастасии Шевченко. Мы знаем, что и власти Москвы, и власти других городов еще не согласовали это шествие. При этом организаторы говорят, что нам для выражения своих чувств, то есть гнева, не нужно согласование. Мы все равно пойдем. Вот здесь как? Один закон для всех или просто закон плохой? В смысле? Ну, смотрите. Марш не согласовали, они все равно пойдут. Они, получается, нарушают законодательство или не нарушают? Поддерживайте, призывайте, призывайте. С учетом того, что Лев Пономарев, я напомню, как раз на 15 суток-то именно за это и угодил. Значит, у нас уведомительный характер подобного рода мероприятий по Конституции Российской Федерации. Поэтому я считаю, что такие вещи по определению всегда надо согласовывать. Надо согласовывать. И это вина, я считаю, что мячик на стороне власти. То, что такие вещи, такие мероприятия, такие действия не согласовываются. И если матери хотят выйти и выразить свою позицию, никто не вправе им мешать. Никто. Ни власть, ни силовые структуры, никто. Я считаю, что и моральное право, и закон на их стороне. Я никого, будучи членом СПЧ, никого не призываю выходить, но и никого от этого не отговариваю. Единственное, что я хочу сказать, что поскольку эта акция не согласована, кстати, от СПЧ будут наблюдатели. Хотя эти наблюдатели, поскольку если акция так и не будет согласована, она, судя по всему, не будет согласована, то эти наблюдатели тоже не будут согласованы. То есть это... Пребывание там. Пребывание там может быть, в принципе, приравнено к участию. Хотя они идут наблюдателями. И здесь все будет зависеть от здравого смысла властей. Я надеюсь, что они приведут во внимание то, что там будут женщины. Я очень надеюсь, что там не будет детей. Я очень на это надеюсь. Потому что я боюсь, что присутствие детей никого не удержит ни от чего. Если что-то начнется вдруг. Не дай бог. А я не хочу, чтобы это закончилось драматично. Так мы скажем. Поэтому я все-таки надеюсь, что придут без маленьких детей. И я надеюсь, это с одной стороны. Со стороны участников. А со стороны властей я очень рассчитываю тоже на здравый смысл. Чувство меры и просто совесть. Просто совесть. Потому что это мирное шествие. Это женщины. И я просто очень рассчитываю на то, что это будет принято его внимание. Ну вот, если мы говорим о моральном праве выходить на улицу, то, ну что называется, мы же не ориентируемся, вот у кого есть моральное право выходить на улицу в любом случае, а у кого нет морального права выходить в любом случае. У граждан наших по Конституции есть право не только моральное, но и юридическое, оговоренное в основном законе выходить и выражать свое мнение таким образом. Никто не вправе запретить. Никто. Конституцию пока никто не отменял. Значит, согласовывать надо. Ну почему не согласовали? Об этом ставили вопрос 100 тысяч раз. Ну почему не согласовали? Что там в это время будет такое, что мешает это сделать? Пройтись по бульварам. Что? Значит, можно было. Значит, не решились. Значит, не решились представители высших эшелонов каких-то силовых структур. Я абсолютно убежден в том, что московские власти ориентируются именно на позицию силовых структур. Абсолютно убежден. Потому что им эти все волнения тоже не нужны. Знаете, возникает ощущение, что не согласовали, чтобы меньше людей пришло, потому что люди боятся. Меньше людей придет, да. На это тоже рассчитываются. А пришло бы больше людей, ну и что? Ну и что? Ну что с того? Мир перевернется. Что случится, если придет больше этих женщин? Ну что? А если бы согласовали, то можно было бы действительно и с детьми прийти. Ну и что? Ну и пройдутся они. Мирное шествие. Они что, с кольями там, я не знаю, идут кремлевскую стену штурмовать? Они идут просто, просто спокойно идут. Ну дайте им возможность. Они граждане Российской Федерации. Почему нет? Я этого не понимаю. Вот не понимаю. Вот это вот тупое запретительство, которое однажды плохо кончилось сто лет назад, уже чуть больше. И снова те же грабли, которые стоят в том же углу, ржавые, стоят и на них все время с успехом наступают. Я не понимаю, в чем дело. Почему нельзя просто открыть этот клапан? Ну выходите, дамы дорогие, вперед. Вы в своем праве. Потому что вы по определению всегда в своем праве. Выходите. Почему нет? Почему не согласовано? Запрещено. Между не согласовано и запрещено огромная разница. Запретить не могут по Конституции. То есть не важно, что написано там... Не согласовать, не согласовать могут. Но дальше получается игра внутри известного закона. Право применения зависит от того, как это все истолковывать. Я считаю, что истолковывать нужно всегда в пользу граждан. Всегда в пользу граждан. Да, но, к сожалению, это бывает довольно редко. Но я надеюсь, что среди тех, кто решит пойти, и мы, конечно, никого ни к чему не призываем, будут не только женщины, но и мужчины. Потому что марш материнского гнева это... Нет, мужчинам никто не запрещает, естественно. Да, безусловно. Еще одна тема. Это история с журналисткой агентства ТАСС Дарьей Бурлаковой, которая выпустила, сейчас выпустила, уже до этого только написала, большое расследование про питание школьников в Москве и про разные истории. Там везде фигурировала фамилия Пригожин. И вот была история, когда в ТАССе сказали, что нет, она пришла в новую газету. В ТАССе сказали, что свою фамилию там ставить нельзя, либо она должна уволиться. И вот таким образом ее, собственно, вынудили уволиться. Получается, что все-таки фамилия Пригожин такая неприкасаемая для государственных всех. Правильно я понимаю? Боятся его, что ли, бог его знает. Она имеет репутацию опасного человека по совокупности. Такой и по характеру вроде как, судя по тому, что пишут, человек такой близкий к беспределу. И возможности у него очень большие, в том числе и силовые, и подковерные, и наковерные, и какие угодно, и близок к самым вершинам власти. И какие-то там у него бандиты или полубандиты в его распоряжении. Ну, конечно, его боятся. Боятся влиятельные, вхожие в самые высокие габинеты, имеющие силовой ресурс человека. Хотя, казалось бы, ТАСС – это же такая глыба. Чего ему бояться? Да ну, ТАСС – глыба. Ну, не знаю, мне кажется, да. И ТАСС, и все остальные. Чего ему бояться? Я понимаю, боятся те, кого... Глыба – это Лев Николаевич Толстой, но он давно умер. Ну, Николай Карлович. Ну, правда. Но боятся те, наверное, у кого могут там раз и закрыть, или раз и умолить. Ну, а что, неужели можно разогнать и разогнать? Нельзя, нельзя. Ну, почему? Разогнать? Во-первых, можно и разогнать. Можно уволить начальника. Почему? Тоже мне. ТАСС. При всем уважении, конечно. Для нас с вами-то ОГО-ГО. Но есть люди, для которых вовсе не ОГО-ГО. Я думаю, что Пригожин как раз из числа этих людей. Ну, видите, вот все равно, что называется, не утаешь информацию. Вот расследование вышло. При этом про Пригожина, кстати, в последнее время очень много всего. Прямо минуту до конца и еще спрошу про прекрасный скандал, связанный с Алексеем Навальным и, значит, Евгением Пригожиным, где утверждается, что они встречались. А вот если бы они правда встречались? Это было бы, мне кажется, очень интересно, нет? Мне нет. Почему? Вы бы хотели встретиться с Пригожиным? Я нет. И я нет. Только это Навальное... А зачем Навальному? Я не думаю, что Алексею Навального было бы интересным встречаться с Пригожиным. Бог его знает. Надо у Навального спросить. У Навального, да, и спрашивали, и еще, наверное, спросят. Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение». Это был особое мнение Николая Сванин. Продолжение следует...